Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос. Ну что, сегодня у нас новая игра на канале Contra Operation Galuga. Эту игру, я думаю, многие ждали. Но это же Contra, это же классика! А теперь еще и новая. Ну все, сюжетный режим. Я настроил управление. Так. Сложность. В сюжетном режиме кредиты начисляются в зависимости от ваших достижений в конце каждого этапа. Уровень опасности. Размер шкалы здоровья игрока зависит от выбранного героя и навыков. Когда она заканчивается, ты теряешь жизнь. Если игрок получит урон, он потеряет жизнь. Вот и все. Но игрок получит бонус за сложность. Ух ты. Так. Стеклянный. Ну вообще, это классическая Contra, когда стеклянный. Так. Сложность обычная. Высокая. Низкая. Обычная. Высокая. Высокая, стеклянный. Ну вот. Высокая, стеклянная сложность. Поехали. Так. Персонаж. Билл. Лэнс. Ну, кстати, Лэнс на Рэмбо похож, мне кажется. Да? Готово. Ну, поехали. Конечно, надо было, наверное, выбрать режим здоровья, но... Ну, для начала, да, для ознакомления. Ну, я не знаю. Не хочется к этому привыкать. Архипелаг Галуга. Не хочется привыкать к изи сложности. Все-таки это Contra. Contra всегда была... Такой. Одноударный. Один удар, и все. Что-то это мне напоминает куб из Дума Третьего. А это Ночной Волк вообще, да? Какие-то новые персонажи. Шесть месяцев спустя. Мы подтвердили информацию, что они обосновались на крупнейшем острове Галуги, после того, как в этом году там упал метеорит. Федерация немедленно отправила армию GX, которая неподалеку проводила учения. Им сопутствовал успех, пока три дня назад мы не потерялись с ними связь. Да вы шутите. GX — это сильнейший отряд армии Федерации. Выскочки с периферии никак не могли их одолеть. Пока подтверждения нет, но стоит предполагать худшее. Судя по всему, Красный Сокол сильнее, чем мы думали. Кстати говоря, у нашего научного отдела тоже тревожные новости. Доктор Дрейк. Межзвездная спутниковая сеть обнаружила гравитационную аномалию, что-то испускает настолько сильные волны, что они облетают планету кругом. Кругом. Координаты источника указывают прямо на архипелаг Галуга. Что дает нам повод считать, что Красный Сокол разрабатывает гравитационное оружие. Гравитационное оружие. Федерация запретила его десятилетия назад. Верно, Лэнс. Нельзя, чтобы подобная разрушительная мощь попала не в те руки. Мой департамент вооружений, Хенриксон Индастрис, подтверждает, что эти показания приборов совпадают с излучением компонентов гравитационного оружия. Даже просто его неправильное хранение может вызвать тектонические сдвиги, нарушение климата и, в худшем случае, образование черной дыры. Билл, Лэнс, учитывая ситуацию, думаю, не надо объяснять, почему Федерация вызвала наш отряд МПЗ «Контра». Ваша основная задача — сразиться с войсками Красного Сокола, найти источник этих гравитационных волн и обезвредить его. Если возможно, найдите армию GX и сообщите об их текущем состоянии. Неподалеку от зоны высадки находится крепость Красного Сокола. Проникните на базу и захватите их лейтенанта. Его допрос поможет определить наши дальнейшие действия. Далекое убежище, пропавшие суперсолдаты и оружие судного дня. Вот это пятница. Итак. Пора представиться. О да, брат. Так, ну всё, играем в контру. Потребуйтесь двигаться, прыгать и стрелять. Двойной прыжок. Машин гон. Так, левый шифт. Это мы можем вот так вот стрелять. Тут пушечка, да? Ага. А, он за камнем. Нифига. Надо очень... О! Дробовик. Опасно. Я стараюсь аккуратно играть, потому что одно ж касание. О, тот самый мост. Ой. У меня почему-то не сработал этот бег. Я не знаю почему, но бег у меня не сработал. О-о-о. Слушайте, а огнемёты тут вообще, ну, странные очень. Вам не кажется? Давайте я лучше машин гон возьму. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Дык-дык-дык-дык. О! В смысле? Так я же лежал. Это чё такое? Я же лежал. Он не должен... Оно не должно было меня задеть. А чё тут Билл делает? А это что такое? Новое что-то? Какого чёрта? Наша вертушка под огнём противника. Мы падаем. Полагаю, это наносит много урона. Это первое предупреждение. По мне... Так это все три. А я чё-то не понял, а где... Где бонус-то? А, мост можно разрушать. Смотри. А, я думаю, чё... Всё? Мм... Магазин навыков. Так, и что тут? Ограничена неуязвимость при рывке. Дух Билла. Высота двойного прыжка для Лэнса. Проботектор. А, тут проботектор есть. Силовое поле, даёщее неуязвимость. Ух ты! А вот это интересно. Игрок. Так. Получать урон, не теряя оружие второго уровня. А, можно с лазером начать. Так, это... Флейм. Это ракеты. Перегрузка. А, тут же ещё перегрузка есть. Так. Джунгли. А, то есть я вообще его... Ну, по сути, я... Давайте забило, поиграем. Теперь. По сути, я... Ну, мне очков не дали. Я не прошёл только вот. Вначале бонусы даются. Так, пропустить. Он тоже может двойной прыжок выполнять. Так. Постараемся аккуратненько. Аккуратненько. Я случайно спрыгнул. А, здесь смотри, здесь видите, как можно это сделать. Удобно. Главное, этот не потерять дробовик. Спокойно. Так, машин-ган. Нет. Это что-то я первый раз проиграл, да? Так, подожди, а мы же можем менять. А, тут этот есть. По идее, можно менять, наверное, да? Так, настройки, управление. Перегрузка, смена оружия, С. А-а-а-а. Смена оружия, С. Ну, давай пробел пусть будет. Так, а перегрузка что делает? Пока ничего, ну ладно. Секунду. Так, продолгом. Воу. Воу-воу-воу, тише. Так, лазер. Я хочу посмотреть, как он... А, ну он неплох, кстати, лазер дает. Он довольно сильный. Я думал, это сейчас залезет туда. Осторожно, осторожно. Главное, из-за того моста не упасть, случайно. Так. Так. О, перегрузка. Пожертвовать оружием, чтобы перегрузить его. Ух ты. Вау. Вау, нифига. Чё это? Это очень жестко. Жизнь дали. Ай. Поторопился. О, это про ботектор. А вниз можно же, да? Вдох. Отлично. Я слышал станослей. Покажите он о том, что он о том, что GX-рюзер. И ты тоже фокусируешь на найти врага базы. Родите. Это что сейчас было? Как так вышло? Все же так хорошо было. А вот это интересно. А здесь автонаведение тоже жесткое. Я так полагаю, что это, ну... Подкат, скорее всего, невыязвимый. Тихо. Столько этих ракет я не вижу. Надо что, к физике игры привыкнуть? Наверное, так, да. А, ток-ток. Ну, это классическое. Это классический босс. О, второй. Ой. Вот хорошо, что я... Еще? А-а-а-а. А-а-а, да ладно. А-а-а-а. Тридцать четыре монеты. Так, ну теперь я знаю, что от босса ожидать Поэтому Э, стой О, все Заново, правда, придется проходить Но что поделать Сейчас я уже более, более ловко это все буду Да Давайте заодно Да, непросто Непросто Почему-то Мы теперь знаем, что можно Уровни Уровни оружия усиливать Так Ждем Я думаю, лазер будем усиливать Лазер И этот И красненькую Так Это мы не берем Мы ждем Хотя можно А, ну ладно Так, вот это не бессмертный подкат О, ты бил Ну, этот для урона можно взять Аккуратно О, вот и лазер Лазер будет, поэтому Лазер там еще появится Ой Там еще пулька вылетела Опасно Тут сразу две пушки О, второй уровень Смотри Во Вот это жестко Вот это жестко Так, тут ждем О Испугался Я думал, это враг бежит Жизнь Ой 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 Так Осторожно О О, лазер Он какой-то Стал Тоньше, что ли Ну, наверное, мощнее Я не знаю Подозреваю, что он стал мощнее А-а-а Да ну Ну так, что Все хорошо шло Че это я под конец О Что-то я под конец Совсем О О Супер Супер да вроде все просто это пройден нормально бонус за опасность у плюс 379 монет вот это я понимаю вот это я понимаю вход обнаружен разрешите следовать командир прошу прощения командир нам надо обсудить нападение на вертушку да это точно почему наши датчики не засекли их ракету в этом все и дело это была не ракета что чем бы оно ни было сканирование указывает на наличие органической материи органической и что это значит это значит что нам будет о чем распортить главаря когда мы его найдем жду приказа продолжайте задание захватите лейтенанта красного сокола для допроса мы сообщим если что-то выясним конец связи так магазин навыков давайте смотреть ну я уже вижу какие навыки будем прокачивать в первую очередь ограничена неуязвимость при рывке только для билла то есть скорее всего будем чаще играть биллом дополнительная жизнь так вот этот навык обязательно нужно будет прокачать и барьер но на этом пока что все дорогие друзья всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мои каналы они в описании донат тоже в описании всем хорошего настроения и всем пока подписывайтесь на мой канал